В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Чествование волонтеров прошло в администрации Ленинского городского округа. Все очень искренние, добрые, очень внимательные, благодарили постоянно, там говорили, какие вы молодцы. Открыты летняя веранда и детский городок. Как живет торгово-развлекательный центр галереи 9-18 после снятия ограничений? Я под литературском саду. На стадионе Металлурка праздновали день физкультурника. Я перестала лежать на диване, потому что мне некогда, мне нужно обязательно ходить. В администрации Ленинского городского округа прошло очередное награждение волонтеров, которые в период режима самоизоляции поддерживали тех, кому была необходима помощь. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Поздравила волонтеров с заслуженными наградами Максим Козлов. Несмотря на то, что режим сейчас смягчен, ограничения до конца не сняты, а потому чествуют волонтеров небольшими группами по 20 человек. Это уже третье награждение, и на каждом из них неизменно присутствует глава Ленинского городского округа, у которого для каждого из этих людей есть теплое слово. Вы все разные, вы разные по возрасту, вы разные депутации, представители общественных организаций, бизнесы. Но есть то, что объединяет, то, что произошло, оно произошло не по приказу, оно произошло по велению сердца, по зову души, наверное. И будем говорить, что в условиях, фактически это была чрезвычайная ситуация, то, что совершали вы, то, что совершали наши врачи, это настоящий подвиг. Всего в Ленинском городском округе зарегистрировано порядка 200 волонтеров, которые навещали нуждающихся в период жесткой самоизоляции. 60 из них уже получили из рук Алексея Спаскова благодарственные письма главы городского округа. Впрочем, многие из них оказывают помощь старикам постоянно, как, например, начальник культурно-досугового отдела в центре «Юность» поселка Измайлова Людмила Правикова. У меня мои бабушки и дедушки, они меня постоянно все равно просят, и постоянно я также приношу продукты. Они у меня такие же, как дети. Десятки тонн продуктов, лекарств, товаров первой необходимости доставили волонтеры своим подопечным в сложные дни. Свои работы они в том числе укрепили веру людей в то, что те не останутся одни в трудный период. А самая главная награда для волонтера – это слышать слова благодарности от тех, кому они помогли. Люди все очень искренние, добрые, как бы очень такие внимательные, благодарили постоянно, там говорили, какие вы молодцы. То есть вот эмоции какие-то теплые я испытала вот от души. Я, конечно, желаю, чтобы больше с нами этого не повторилось, но вообще эта работа классная, интересная, она мне запомнилась. И после награждения волонтеры не расходились. Многие из них знакомы друг с другом и вместе делали общее дело. Им есть о чем поговорить, вспомнить прошлое и обсудить планы на будущее. Весь в мире всегда будут люди, которым требуется помощь. Максим Козлов, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В редакцию нашего телеканала обратились жители дома 12А по Школьной улице. Недавно там обновили асфальтовое покрытие, но это только добавило жильцам проблем. Разбиралась ситуация наш корреспондент Екатерина Борисова. На Школьной улице появился новый асфальт. И все бы хорошо, только вот жителям дома 12А проведенное благоустройство сильно осложнило жизнь. Из-за того, что проулок, ведущий к дому, давно не асфальтировался, он оказался немного ниже основной улицы. Образовался такой перепад высоты, что пожилые и маломобильные жители дома не могут преодолеть подъем. А маленькие дети и вовсе разбивают носы и коленки. Частично за асфальтированным оказался и канализационный люк. Дети, которые сюда, внуки приходят, приезжают, здесь падают носы и разбивают, потому что это пригоры, вот эти вот все комки. Ну и дальше уже наша головная боль – это, конечно, отсутствие полностью асфальтового покрытия по проулку, по всему. Асфальт в проулке, ведущем к дому, не обновлялся очень давно. От старости покрытие потрескалось, образовались выбоины. Жители много лет просят заасфальтировать этот участок дороги, но вовсе ныне там. Пишем, ходим в нашу администрацию и только отписки. И вот приходят по восемь раз за какой-то летний период, восемь раз обмеряют. Говорят, да, да, денег нет. Из-за образовавшегося с годами перепада высот в осенне-зимний период ходить тут просто опасно для здоровья. Здесь постоянно или упасть, здесь постоянно, когда идет вода, вы сами понимаете, особенно она с дороги идет очень сильно. И получается вот налить. И вот здесь вот идти, это нереально. Ну правда, зимой налить, а осенью весной здесь просто потоп. А правда тут так наверно. Здесь, понимаете, водопады пройти невозможно. Воды у нас вот так вот. По коленам. Жители также жалуются, что зимой территорию никто не убирает. Чистить снег приходится самим. Но если с этим еще как-то можно справиться самостоятельно, то решить проблему перепада высот и отсутствия ливневых стоков они сами не могут. На встречу с гражданами мы пригласили представителей Дорсервиса, который и проводил благоустройство. Они сообщили, что работы еще не приняты. С тем, что они выполнены, некачественно согласны и готовы все исправить. Мы планируем здесь сделать плавный съезд. Порядка трех метров в длину и на всю ширину. Он будет плавный, не более двух сантиметров выступ, чтобы для маломобильных групп населения это было удобно. Уже на следующий день после съемки жители сообщили к нам в редакцию, что спуск в проулок по обеим сторонам продлили, убрав опасную ступеньку. Что делать с люком и можно ли его поднять, сотрудники Дорсервиса будут решать в ближайшее время совместно с Видновским водоканалом. А для того, чтобы заменили асфальтового покрытия в самом проулке, жителям следует обратиться в администрацию, что позволит поставить эти работы в план на следующий год. Екатерина Борисова, Александр Логин, Ольга Садовская. Видно этого. Мы продолжаем знакомить вас с участниками премии губернатора Московской области «Мы рядом». На этот раз героем сюжета стал предприниматель Владислав Рымша со своим проектом в номинации «Социально ориентированный бизнес». Каких достижений Владиславу удалось добиться в этом направлении, расскажет Юлия Пагасьян. Не просто зарабатывать, а делиться прибылью с обществом. Местный предприниматель Владислав Рымша начал много лет назад. В середине нулевых под его патронажем находится Видновский детский сад «Ромашка», куда ходил его старший сын, а сейчас ходит и дочь. С тех пор и не сосчитать проектов, в которых участвовал Владислав. Он был одним из первых, кто в Ленинском районе начал вести социально ориентированный бизнес. В жизни каждого предпринимателя наступает момент, когда он готов к социальной поддержке населения. Мы построили детскую площадку в детском доме «Ребенка», который находится в городе Видном, совместно с администрацией, но приняли в этом активное участие. Еще один из проектов мы поучаствовали в строительстве воскресной школы Екатеринского монастыря. Плотно сотрудничает с обществом инвалидов и Центром социальной защиты «Вера», оказывает адресную помощь. И неудивительно, что такой человек заслужил народное доверие и в декабре прошлого года был выбран в Совет депутатов Ленинского городского округа. Подтвердить свою активную социальную позицию Владислав смог в непростое время пандемии. Он вступил в ряды волонтерской организации при общественной палате муниципалитета. «На этом складе мы хранили гуманитарную помощь от губернатора Московской области. Сюда приезжали волонтеры на машинах, забирали. Отсюда такой некий хаб получился. Отсюда развозилось по всему нашему Ленинскому городскому округу. Продукты, продуктовые наборы, помощь, которую мы оказывали нашим жителям». В общем итоге через его склад прошло более 20 тонн гуманитарной помощи. Закупал продукты и средства индивидуальной защиты и за собственные средства. Помогал с разгрузкой и доставкой наборов адресатам. Сейчас у Владислава много единомышленников. Многие предприниматели, члены торгово-промышленной палаты, подключились к благому делу. «У нас в торгово-промышленной палате разные предприниматели с разным достатком. Соответственно, и помощь, она бывает разная. Начиная от какой-то личной поддержки человека и заканчивая какими-то совместными проектами. Более восьми салонов красоты объединились и передали в больницу более семи месяцев сертификатов бесплатных для медицинских сотрудников, которые действительно в это сложное время были напередав. Участвовать в премии губернатора Московской области «Мы рядом» Владислав Рымша решил не ради собственной славы или денежного вознаграждения. Просто считает, что о волонтерских достижениях нашего муниципалитета должен узнать весь регион. «У нас в округе есть люди, которые действительно болеют душой и сердцем за жителей этого округа. И я думаю, что об этих добрых делах нужно рассказывать и показывать чаще таких людей, чтобы другие люди заряжались и могли бы, наверное, повторить то же самое, только уже самостоятельно». В случае победы Владислав Рымша хочет разделить денежные средства между общественными организациями Ленинского городского округа, с которыми он взаимодействует. Конечно, с таким плотным графиком времени на все катастрофически не хватает. Говорит, приходится чем-то жертвовать, но не жалуется, ведь добрые дела заряжают человека. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видно этого. С выходом из режима самоизоляции галерея 9-18 снова радует видновчан. Недавно здесь открылись летняя веранда и детский городок. Как живет торгово-развлекательный центр после снятия ограничений, узнала наша съемочная группа. С появлением видным торгово-развлекательного центра галереи 9-18 была благоустроена и территория вокруг. Сначала появился парк, а недавно небольшой детский городок у входа. Здесь установили несколько аттракционов, которые сразу завоевали любовь юных жителей города. Особенно интересен батут Банджи, в настоящее время единственный в нашем городе. После снятия ограничительных мер жизнь торгово-развлекательного центра заметно изменилась. Здесь продолжают открываться новые магазины. Теперь за булочками с корицей не нужно идти далеко. У главного входа в галерею появилось кафе-пекарни Синнабон. А перекусив, можно отправиться за покупками. Обувь к 1 сентября легко найти в Котофее. А подобрать чемодан к долгожданному отпуску в «Мистер Сумкин». Я часто сюда хожу, потому что не надо далеко ехать. И при этом тут много разных магазинов, которые мне нравятся. Удобно по месту положению. Здесь собраны все такие магазины, которые можно посетить. Кроп, сенсей, подружка. Все, что нужно для девочки. Рады гостям салоны красоты и барбершоп открытые в центре. Все они входят в бьюти-кластер 9-18. После первого визита посетители выглядят привлекательней, а после пятого получают подарок. После самоизоляции хочется ухаживать за собой еще раз. Больше. Маникюр, педикюр. Наводить все процедуры красоты. Сделать укладку. Для всех девушек это важно. Я выбираю галерею. Мне здесь нравится. Во время пандемии в ресторанном дворике открылся Макдональдс, который так ждали виновчане. А насладиться любимыми блюдами можно на свежем воздухе. Не так давно галерея 9-18 открыла летнюю веранду на третьем этаже. Мы на веранде первый раз. В торговом центре уже несколько раз были. Здесь очень классно, современно, молодежно. Нам очень здесь нравится. Настроение повышается. Такие замечательные цветы сегодня раздают всем посетителям веранды галерея 9-18. Сейчас это место превратилось в настоящую релакс-зону, где играет диджей и проводится развлекательная программа. Но то, что вас точно удивит, это вид, который открывается отсюда. Веранда быстро стала популярным местом среди гостей торгово-развлекательного центра. Здесь повсюду расставлены цветы, а в вечерние часы можно полюбоваться закатом. Периодически на веранде проводятся программы. Гостей развлекают мимы, а для детей устраивают мастер-класс по поделкам из фетра. Очень интересно организовали. Надеюсь, что в дальнейшем еще будут какие-то такие программы. Мы были в торговом центре. Вообще очень красиво, удобно и интересно здесь находиться. Как бы необычно для города видно такое место здесь. Да, нам очень сильно нравится. Да, очень. В галерее в прямом смысле можно всей семьей отдохнуть на высоте. Веранда не только место, где есть возможность перекусить, это еще и настоящая фотозона. Ее края безопасно огорожены. Здесь дежурят сотрудники охранной службы центра. Скоро в галерее 9-18 откроется еще ряд новых магазинов. И будут проводиться развлекательные программы. Отдых здесь, считают у строителей центра, должен быть комфортным, незабываемым. В общем, чтобы сюда захотелось вернуться вновь. Александра Столярова, Александр Логинов, Виднет-ТВ. Каждую вторую субботу августа традиционно отмечается День физкультурника. История этого праздника насчитывает уже много десятилетий. И в наши дни он переживает второе рождение с каждым годом, охватывая все большее число людей, которые не мыслят жизни без спорта. В Ленинском округе торжество активно отметили на стадионе «Металлург». Мини-футбол, волейбол, большой теннис, настольный кроссфит и даже шахматы. Представители различных видов спорта собрались в Видном на празднование Дня физкультурника. Это люди всех возрастов, разных профессий, но всех их объединяет одно страстная любовь к спорту, здоровому образу жизни, незабываемым эмоциям и впечатлениям. Быстрее, выше, сильнее. Этот спортивный лозунг как никогда актуален в наши дни. Пожалуй, сейчас уже практически не осталось человека, который не слышал бы аббревиатуру «ЗОЖ» или попросту «Здоровый образ жизни», а он немыслим без регулярных физнагрузок. Всем, кто идет по жизни со спортом, будь то профессионалы или любители, посвящен День физкультурника. С приветственным словом к спортсменам, которые съехались со всех уголков Подмосковья, обратился депутат Ленинского городского округа Олег Федоров. Не останавливайтесь на достигнутом. И когда сегодня мы открывали мероприятие, звучал гимн Российской Федерации. Вот я хочу, чтобы он как можно чаще звучал после каждого вашего выступления, после каждого ваших побед. И, конечно, праздник немыслим без состязаний. Какие страсти кипели на волейбольной площадке. Ведновчанин Олег Исаков посвятил этому виду спорта 11 лет. И ни разу не пожалел. Выдержка появляется за счет тренировок и так далее. Ну и здоровье, конечно же. Лучше, чем дома лежать на диване, смотреть телевизор. Жарко и на траве юные спортсмены азартно сражаются в мини-футболе. Совсем как взрослые. И мечты у них тоже взрослые. Стать жюрюгим футболистов. Настоящий бум сейчас переживает скандинавская или, точнее, северная ходьба. Плюсов масса, а вот минусов почти нет. Заниматься может любой желающий. И результат не заставит себя ждать. Во-первых, я похудела, что, наверное, для каждой женщины это очень большой плюс. Вот. Вы знаете, я перестала лежать на диване, потому что мне некогда. Да, мне нужно обязательно ходить. И у меня и дыхание нормализовалось. Ну и силы появились. Кстати, Федерация Северной Ходьбы Московской области базируется именно в нашем муниципалитете. Наш район, он один из самых лидирующих районов Московской области, который развивает северную ходьбу именно как спорт. Именно в этом году, если все будет хорошо в мире, да, с эпидемиологической обстановкой, то в Винном пройдет второй кубок Московской области по северной ходьбе. Потрачено десятки тысяч калорий. Пролито немало пота, болят мышцы, но радуются сердце. Эмоции, которые дарит спорт, незабываемы. Их ни с чем не спутаешь. Начните свой день, завтрашний день, с физкультуры. Дальше вы втянетесь. Вот. И дальше вы поймете, насколько это здорово быть здоровым. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.